Завтра в Москве стартует первый в нашей стране международный фестиваль театров теней. Откроет его спектакль о Шерлоке Холмсе. Всего же за четыре дня трупы из разных стран представят 12 постановок. Зрителям покажут, как сочетание древних традиций и новейших технологий позволяет творить волшебство. С подробностями Елена Сахно. В мастерской Московского детского театра теней каждый день сплошная магия. Из самых обычных материалов дерева, пластика, металла рождаются куклы. В руках художников-бутафоров они чаще всего невзрачные. Но в свете прожектора их тени способны заставить зрителя пережить самые разные эмоции. От радости до ужаса. В последние дни все сотрудники театра готовятся к историческому событию. Открытию первого международного фестиваля театра теней в России Shadow Fest. Поскольку мы начинаем, открываемся нашим спектаклем по новеллам Шерлоке Холмсе. Вот есть две такие балериночки. Они у нас работают как раз в первой новелле «Вампир из Сассекса». Ироничный детектив по произведениям Конан Дойля – это не только рассказ о страшных и таинственных событиях, но и мини-дайджет всех используемых в театре техник – теневых, кукольных и драматических. Особенно здесь гордятся русской тенью и куклами для неё. Несмотря на то, что театр теней родился в Китае, впоследствии в разных странах он видоизменился. Куклы с управлением при помощи тяжей изобрели здесь, в Московском театре теней. Мы являемся единственным в России театром теней, работающим во всех техниках жанра театра теней, профессиональным стационарным репертуарным театром. Поэтому я думаю, что мы просто обязаны стать объединяющим центром для всех, кто работает в жанре театра теней и во всём мире, и в России. Возможности игры теней московским зрителям покажут семь театров. Среди участников – финская ассоциация теневого театра со спектаклем «Цирк Ултима Тули». История о том, как после войны маленький мальчик остался один и устроился на работу в цирк Шапито. Там он подружился со слоном и отправился в путешествие по Лапландии. О дружбе и вере в чудеса финские гости расскажут, в том числе используя тень настоящих актёров. Это называется испанская тень, когда на экране появляется тень человека. Она так названа была, потому что во время Инквизиции, когда актёрам было запрещено выходить на сцену, они в Испании придумали такой приём, что играли за ширмой. То есть вроде бы не они сами появлялись, а их тень. Очень любопытную технику нам привезут артисты из Екатеринбурга. Они будут работать на таком специальном просветном столе и транслировать это изображение, проецировать на большой вертикальный экран. Вариантов игры со светом и тенью благодаря современным технологиям стало так много, что театр теней фактически рождается заново и расширяет возможности художников и режиссёров до бесконечности. Елена Сахной, Екатерина Гоголева, Арсений Кобяков, ТВ-Центр.